так обещал вам показать как после сережки я буду еще так сказать доводить нашу как-то назвала три пильска до три пильска три пильска глынка до таскать шедевра декоративного зодчества и так видите да сережка вот такими вот шпателечками взрослыми нанес то есть мы мы конечно могли бы и мелкими но почему-то посчитали что для три три пильской глинки это будет самый раз сказать вольная походка от бедра да серёг и так сережка нанес мне вот накидал мне выровнял да вот мы видим что здесь нигде не видно вот если он сейчас покажу вам если он первый раз наносит то там вот этот вот прыжки до сережка видны поначалу да вот я сейчас попробую показать не нет работа я буду комментировать сейчас сережка да взял они кстати увидят как наносится первый слой я тоже хотел им показать вот сюда вам покажу раку сверху как идет шпатель кстати вот сережка мне кстати и учил как работают итальянцы чтобы они получали от работы задоволение я в захвате был когда они видите как они работают как они эти все шпателя летают у них как как у дирижера палочка рука я все думал что это за такой удивительный материал это когда итальянцы работали джорджи гроссанта вот это лишь их не венеции то кажется дело не в материале еще делаю в самом в мастере до которая наносит эту штукатурочку вот мы видим да вот она получается такая шершавенькая может быть где-то вот даже такими говорим это не обращайте на это внимание еще это будет заглаживаться даже сережка еще загладит и я получаю вот на выходе вот такой вот красоте то есть по идее по идее да тут я еще могу там добавить еще немножко и она уже практически уже можно было бы ее оставить под патин и было бы это тоже такой вариант как а-ля мармаринчик или а-ля как мы там их называли там флорентийская штукатурочка вот и так далее но здесь у нас тряпильская тряпильская глынка поэтому прошу любить и жаловать и так что мы делаем опять та же самая история любом как любой мармарин как вы называете там карта мира еще какие-то названия кто на что город придумывает значит уголки примыкания вот сережка уже и сделал частично и когда я добавляю материал то слежу чтобы вот эти вот как носили взять как карта мира как островки и их превратить соединить мать материки вот их соединяем сейчас покажу вам поближе будут во всей таскать всех подробностях частично где-то перекрыл вот частично может быть это у меня вот были оставались от первого слоя вот то что я говорю дым 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 переходики тоже я их пускай скрываются моим слоем то есть второй слой это тот же винтажик с антуражиком и за счет того что материал мы делаем по свеженькому получается мне не надо его там грунтовать не чтобы там он питаемость у него там уменьшить мне не надо переживать что материал будет забирать у меня влагу он хорошо уплотняется даже если там где-то этом он не до конца уплотнился и где-то под начнет тянуть какой-то крупный да там песочек или какой-то такой булыжничек то ничего я этим же материалом уже тоже цвет он также так сказать закроет мне второй момент что можно было здесь еще от отыграть можно отыграть цветами можно было там подложку сделать линия первый слой который кидает серега и который китай один оттенок или один цвет потом который я бросаю можно было еще другой или чуть светлее или чуть темнее и накрыть третий но это вы уже без другой раз без меня может быть попробуйте где-то на образце или я где-то попробую на образце за счет глины она прозрачная у нее есть такой фокус за счет секретных так сказать и градиентов у нас будет виден каждый каждый свой то есть на она на поддоме ему такой наш как можно так назвать мармарин лайк 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 наверное да такой мелкий очень очень приятный на руку вот поэтому ребята не откажите собой в себе в удовольствие там попробовать заказать у нас этот материал по прайсу цена его наверно где-то в районе я не ошибаюсь там двух евро килограмм поэтому не приезжайте с нами дали буду пока а